Так, мы приехали на вокзал. Время сейчас 7 часов утра. Детки наши приезжают, мы пошли их встречать. Это вокзал наш, внутри. Коса наша. А без палочки? Акпучино мне. Ну-ка, тоже мутная жидкость, да? Ну, пенка есть. С хвоста поезда. Значит, 25-й вагон в начале. Я говорю, утром кофе самое то. Едут наши детки. Кисловодск какой-то? Почему? Зачем? Красноярск? Ошиблась, что ли? Почему не ошиблась? Значит, он дальше идет. Кисловодск с другой стороны. Красноярск, так. Двадцать девятый. Двадцать восьмой. Двадцать седьмой. Двадцать шестой. Двадцать пятый. Да. Вот она. Тогда вот. Привет. Привет. Привет, привет, мой золотой. Привет. Привет, мы хорошие. Мы не снимаем, ты грязь. Хорошие вы. Красивешные. А бабушка Люда? Люда собаку готовит. Здрасте. Здрасте. Коричневенький. Давай, давай, давай. Давай, давай. Здесь ты колесый мой. Ну, пошли туда. Ну, пошли на наших детей. Покажу вам, какие нам подарочки привезли. Саддлера Ивановичу в машину. Вот такую иконочку. Дорожная, по-моему, она сказала. Да, это с Абхазии, с этого. А, с Афона. Да. Намоленная иконочка. Давай, 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 как я. И мне такой гостинчик дети сделали вообще. Ты же не видела Ивановича? Да не видел я ничего. Не, он не видел. А как его открывается? Ну, ты сейчас порвешь. Вот так. Вот так. Вот так. Все, короче. Все, порву обочка. Это нам с мамом, короче, по серьгам. По серьгам. И мне и с Вахей. Это Сваровский. Все, как я люблю. Когти, когти, посмотрите. Работяины. Сегодня я их чистила, когти, когти свои. А то увидите, сейчас скажете, я же все-таки на огороде работаю. Вот. Они просто уже не отмываются. Их просто отрезать надо. 24, что ли, я не знаю. Там записано. Вот такие вот сережечки красивые. Доча, да. Доча. Доча даже сказала. Кристаллы Сваровские. Вот. 1200. Сергей. Вот. Такая вот красота. Спасибо большое. Очень мне нравится. Она знает, что я люблю такие камушки. Именно сиреневые. Кто же не привозил шампуньки и гели с отеля? Доча поделилась со мной и сказала, вам в баню. Целый мешок тут всего. Ты шапочку даже мне положила. В бассейне. Красится. Мыльца. Бархатные сезоны. Шампунь. Шампунь. Гель мыльца. Пойдет в баню сад. Иванычо. Иванычо. Аджика. Острые, что ли, пробовал? Вот это. Это социбели. Это аджик. А это аджик. Ты пробовал? Пробовал. Горит огнем? Есть? Слава Богу, что есть. Такую же подставочку из можжевельника. Только раньше она мне привозила. Они были склеены друг подружке. И от горячего в процессе там быстро разваливалось. Да. И у нее развалилось. У меня развалилось. Вот на даче валяются эти штуки. И сжечь их. Они лаком покрытые. И выкинуть жалко. Вот все. Саша говорит, я тебе их это склею. А это вот она мне такую подставочку привезла. Она уже вот на фанерке. Это уже, конечно, я думаю... Сейчас я вам покажу аптечные продукты. Гепариновую мазь взяла. У меня вот тазобедренный сустав стал болеть. Хочу намазать гепариновой мазью. И вот здесь прям вот горячо даже. Я не знаю, у кого-то есть такое. И капусту прилепить. И потом целлофаном и буду ходить. И днем, и ночью. Вот. Тоже купила. Некоторым это надо. Та гепариновая мазь стоит 75 рублей. Релиф стоит 459 рублей. Пятиграммовые шприцы. Посмотрела, они у меня там закончились. Сказали, что деклофинал делают только с большой иглой. И сухую задницу. Мужскую. Ха-ха-ха-ха. Так, шприцы 13,60 у нас стоит один. Деклофинак у нас стоит... Раствор для инъекций стоит у нас 46,10. Так, деклофинак стоит в этих свечах. Сказали, на Алтае делают хорошие. 114,10. На Алтае делают, да? В холодильнике хранить. И купила я себе вот такие вот таблетки Престариум. Это мне назначал невролог. Я проигнорировала. Но не самостоятельно, нет. Это мне потом уже кардиолог назначил Престанс. А там амблодипин. У меня текают ноги. И сердце как-то у меня кувыркается. Поэтому я решила попробовать Престариум. Почитала отзывы. Это старый такой препарат. Уже давнишний, уже изученный. Поэтому буду пить. Даже буду для начала пить. Вот пять миллиграмм буду делить пополам. Два с половиной начну пить. Сказали, утром пьешь и на целый день. От давления. Так. Так. Россия, что ли? Да, Россия. Престариум. Периндаприл аргинин. Здесь активное вещество. Амблодипин, говорят, уже даже в Европе давно не назначают. У нас только накручили. Показала вам я. Вытащила я. Хотела почитать, как таблетку выпить. Посмотрите. С двух сторон. Вот это, да, инструкция. Ё-моё. Это что-то люди пишут. Это, наверное, они научные труды пишут. В общем, как только такую бумажку вытащишь, и страшно становится. Жить. В двенадцатом часу вот едем мы в Черкасса. У Саши умер друг детства. Да. Вдруг детства, да, Саши? Ну, знакомый-то мы с детства. С детства знакомый. Вообще, молодостью вместе. На мотострелах. Умер. Не старый еще. Жить бы то жить еще. Внуков воспитывать. Сегодня сорок дней. Едем. На кладбище уже как бы не поехали, потому что очень далеко. Ехать надо до Семеновки. С Семеновки до Большевика. Из Большевика до Троицкого. Там похоронили. Глубоко, глубоко в деревне. Отсюда ехать это прилично. Пригласили нас вот помянуть. Поедем оттуда к Мариночке. Задела я Датюшкина сережечки. Саша сказал, что очень мерцовый, красивый. Сваровский. Солнышко попадает. Или такой свет вот какой-то. Такой свет. Или фиолетовый какой-то такой. Ну, мерцовый. Красивый. Мне очень нравится. Вам немножко хочу сказать про покупки. Там у одного блогера, я в комментариях прочитала, пишет зрительница одна. Говорит, надоели эти блогеры хвалиться своими дешевыми покупками в магазинах Пятерочка и Магнит. Из магазинов Пятерочка и Магнит. Меня, конечно, этот комментарий немножко покоробил. Вот мы живем в городе, да, в маленьком городе. У нас на одном квадратном метре одни горилки, пивнушки, аптеки, магниты и пятерки. У нас есть один большой вот торговый центр «Атмосфера». И рядом стоит магазинчик «Радно», куда мы еще можем зайти и купить. Но там намного дороже эти же продукты. Эти же продукты намного дороже. В «Атмосфере», конечно, там много всего. Но это же можно купить и в «Пятерке», и в «Магните». И намного дешевле. Куда нам пойти-то? У нас перекрестков нету, метро у нас нету. Поэтому мы бы и рады, может быть, что-то вкусненькое купить в другом магазине. Но нет возможности. А меня мои зрители просят показать покупочки и даже озвучить цену. Но раз меня зрители просят, значит, я это и сделаю. Сейчас я вам покажу, что мы купили в «Атмосфере». Посмотрите, мы какие пельмеши взяли попробовать. Пельмени с гуси. Смотрим состав. Филе гуси, филе курицы, лук, репчатый соль, перец черный молотый. Тесто, мука, яйцо, вода, чищная соль. Полфабрикат из мяса птицы. Конечно, тут, наверное, филе курицы больше, чем филе гуся. Первый раз я увидела, чтобы у нас это продало. Здесь сколько? 450 грамм. Но попробую, скажу свое мнение. Так, сейчас я чек достану. Филе гуся стоит... Филе гуся стоит... Филе гуся стоит... Пельмешки из гуся стоят 188 рублей. Так, сейчас по порядку будем. Купила вот такое вот молоко. Это себе в НЗ поставлю. Пармалат. Оно очень хорошо взбивается для кофемашины. Будет стоять у меня как и НЗ, потому что у нее срок годности до 21... До 20-го года. До 6 января 20-го года. Пусть стоит. А так будем молочко покупать. И раз-раз молоко испортилось, и я без кофе осталась. Я так не могу. Так, это молочко стоит 78 рублей. 3,5. Так, крышки для консервирования. 110 рублей. Купили самарские крышки. Потому что у меня заканчиваются вот такие вот крышки самарские. И когда буду закручивать, не забыть бы сказать свое мнение. Если кому интересно, напомните. Спрашивайте. 110 рублей. Так, а сколько здесь крышек? 50 штук. Крышка самарская называется. Молоко пастеризованное. Что, я не то сказала что ли? Ультра... Ну, правильно. А это считается молоко пастеризованное. Вот дай вот это вот. Да. Да. Ха-ха-ха. Простоквашино. Ну-ка. Пастеризованное. Ага. 3,5. Простоквашино. Стоит дороже, чем Пармалат. 89 рублей. Так. Уксус столовый. 27 рублей. 9% закончился у меня. Такой вот. Вот. Что еще взяла? Сардельки мы взяли. 284,67. 317 рублей килограмм. Называется для самых близких. Фабрика качества. Вот эти сардельки. Мы 6 штук взяли. Подумали, вдруг родители в баньку поедут. На всякий случай взяли. Колбаса закусочная и ливерная. Ох ты, Санечек. Она ливерная, не печеночная? Ливерная. Ливерная. Да из индейки. Ха. 85,17. 255 рублей килограмм. Из индейки. Мы думали, такая обыкновенная. Карамельки свои любимые. Иваныч взял. 75,90. А килограмм 138. Это подушечки. Его любимые подушечки. Вот такие желейные они называются. Раньше подушечки назывались. А теперь желейный карамель. Колбаса русской по ГОСТу. Козелки. Он любит русскую колбасу. Но у нас теперь козелки стали возить. Но козелки неплохая. А в фабрике хочу сказать, что колбаска у них вкусная. Так, вот козелки. Сколько стоят козелки? 368 рублей. Я так поняла, что за килограмм. А здесь 184 рубля. Вот этот батончик. Сметану взяли 20% Хочу приготовить заливной пирог. С консервами. Так, 76 рублей за стаканчик. Стаканчик. Вот за этот стаканчик. Дальше у нас идет сметан. Черный дракон. Молочный, зеленый. Чай черный дракон. Молочный, зеленый. Ха! Чай черный дракон. Молочный, зеленый. Саша. Ой, ржу не могу. 135 рублей. Так мы... Вот. Черный дракон. А здесь как написано. Чай черный дракон. Я думаю, блин, черный или зеленый мы взяли чай. А это чай черный дракон. Молочный, зеленый. 100 грамм. Так, сейчас посмотрим. Чай байховый, листовой. Черный дракон. Чай зеленый, байховый. Китайский, ароматизированный. Молочный, зеленый чай. Какой он там на вид. Думаю, что это. Крупнолистовой. Или такой, с завитульками. Сколько он стоит? 135 рублей. Так, икра трески русское море. Ну, вот у нас в атмосфере нету такой вот баночки, как мы покупали. Мы же сельтии покупали. А это вот трески русское море тоже. И стоит эта икра 85 рублей. Попробуем. Это соленая, не пастеризованная. Соленая икра. Масло сливочное взяли две пачки. Одно, значит, курское. Одно... Растоквашина, по-моему. Беру масло всегда 82,5. Не вижу смысла брать 72. Вот это курское, которое я перетапливаю. Белые слобода. Ну, и вот такое вот. Одно масло поедет на дачу. Какое, интересно, дед, возьмешь на дачу масло? Все нормально. Так, по ценам сейчас скажу. 80... Так, 70 рублей стоит курское. Нифига себе! Смотрите. Курское стоит 70 рублей. Надо было два курских брать. А это сто семьдесят два рубля. Простоквашина. Ой, у меня инфаркт сейчас стопнет. Ну, там ценники так висят. Это стоять, высчитывать и где это масло. Я не думала, что разница такая будет большая. Я и думала, курское это масло рублей сто стоит. Ну... Ну, значит, простоквашину возьму. Нет уж! Простоквашина будет дома. Так, пряники Санькины. Сорок шесть, шестьдесят шесть. Это восемьдесят один рубль килограмм. Пряники. Мягкие, что ли, взял пряники? Нигде они. Саш, возьми вот эти вот пельмешки, убери. Я их уже уже. На, забери пельмешки. В морозилку положи. Что же они тут сейчас растут? Я их свои пряники выложил в машине. А, в машине. Он уже с собой их забирает. Он уже на дачу собрался. Пряники, короче, я вам сказала. Восемьдесят один рубль килограмм. Кофе. Кофе, кофе я себе купила. Закончилось у меня кофе. Заканчивается, который мне подарили. Теперь буду сама покупать. Паулинг. Президент. Black Label. Производцы Финляндии. Вот я вам сейчас сразу скажу. Вот здесь вы видите. Вот видите. Вот здесь сейчас сфокусируется. Финляндия. Изготовитель Финляндия. Вот здесь шоколад. Шоколад. Со вкусом шоколада стопроцентная арабика. Так, это кофе стоит 220 рублей. В зернах. В зернах. Беру в зернах. Ну, Санючек, ты меня извини, но я яйца потеряла. В машине, я скажу. Я в чеке потеряла в машине. Сейчас увижу, наверное, где-то есть. У меня было какое-то недоумение сначала. Потому что то, что я вам озвучила продукты, да, по чеку. И чек кончился. Чек кончился, а продукты остались. Я напугалась, думала, она себя обманула. Вот эти вот продукты мне не пробило. Потому что вот этих вот здесь нету в чеке. Как это делают, я не знаю. Что за люди? Осталось сейчас считать. Считать. Вот такая сумма у меня вышла. А в чеке у меня вот такая сумма. Видите? Сейчас сфокусируется. Вот такая вот. Вот, видимо, вот здесь вот дальше что-то шло. Вот тут вот. Но у них ничего не идет дальше. Вот что хочешь, то и думай. Знаю, что консервы вот эти сайра. 77 рублей. Пил еще тесто. Чай. Две сайры. Хочу сделать заливной пирог. Но вот я думаю, что так никто не делает. Вот этих трех наименований у меня в чеке нет. Этот чек отдельно дается на сдобу. Это у них там как-то подразделяется в магазине. Вот. А сумма правильная, наверное. Мы сначала подумали, что она сама себя наказала. Но нет. Они раз себя накажут. Просто если сейчас вот мне прийти в магазин и сказать, что я у вас купил вот это тесто, в чеке его нету. И консервы, да. Я первый раз с таким встречаюсь. Здесь раз отрезана атмосфера. Вот. Вот. Вот.